Это четвертая лекция на LDFest. Сегодня у нас наш редактор Сергей Тоттл расскажет о функционале и использовании RenPy в визуальных новеллах, о том, какие есть возможности у этого движка. Обычно Сергей знакомит с RenPy совсем новичков, но вот сегодня расскажет о таких продвинутых особенностях этого движка, о том, насколько это все удобно использовать и какие, наоборот, есть трудности, чего можно даже и не делать, то есть наводить лишнюю где красоту. Все вот это вот Сергей сегодня расскажет. Всем приветствую еще раз. Напомню, что я в LDFest являюсь таким техническим специалистом, занимаюсь вычисткой сценариев, вычисткой текстов, ну и параллельно могу написать какую-нибудь статью или сценарий для роликов по теме, не совсем с новеллами, а скорее с технической части. Он писал про нейросети, писал про каналы распространения аналоги Steam, такое вот. Вообще в Руган пришел в шестнадцатом году, мой первый проект был совместно с товарищем из Донецка, это Сопредельные острова, был конкурсный проект с какого-то из Visual Contest, что ли, уже не помню. Проект до сих пор якобы в разработке, хотя на него уже года три, как все положили, уже никому не нужен, неинтересен, но при этом продается, капает с него там периодически что-нибудь в Steam. Кроме этого, занимался какое-то время совсем чуть-чуть кодом известного зайчика, там буквально пару сцен, помогал ребятам с анимацией, когда не хватало рук, но достаточно быстро разбежались, сложилось исторически. Ну, тем не менее, вот память есть, что со снегом, как он там говорился. Что еще? Ну, сделал пару новелл на заказ, сделал недавно игру, которую заблокировали на Steam до релиза, буквально за день до планированной даты выхода. Ее, кстати, можно сейчас свободно приобрести в другом магазине, но об этом, кому интересно, потом расскажу в личке. Там, игра жесткая в Санас Плюс, так что, не для всех. Сегодня я хочу рассказать, в первую очередь, о том, почему мне нужно делать игры на ренпайе, потому что это не самый лучший выбор, на самом деле. Давайте я, наверное, сразу включу трансляцию. Да. Эта презентация. Да. Так вот, сегодня мы поговорим о том, что ренпай – это не только движок, как сам просто для того, чтобы делать игру, новеллу в данном случае, но и на нем можно сделать нечто более такое продвинутое. За счет чего это мы можем достигнуть. Ну, для начала, хочу напомнить, что мы, в первую очередь, делая игру, мы преследуем какую-то цель. Как любой продукт, ну, всего, что мы делаем, есть какая-то цель. Это я вам для чего-то. А для чего мы делаем личные игры? Ну, большинство из них делается для того, чтобы продать. Да, ну, логично же, да? Даже в наше непростое время, игры все еще продаются, так или иначе. Игры также делаются для того, чтобы, ну, типа, показать себя как автора, да? Ну, это, в первую очередь, ну, честное поднять, грубо говоря. Типа, я крутой, я могу это делать, я хочу это делать. Меня это придет. Да, это, ну, творчество, в чьей самом виде. Тут два основных таких аспектов, почему этим занимаются. А, ну, еще третий момент, кто-то через игры проходит дальше в большой IT. Вот у меня девочка с курса, после того, как выпустила свою новеллу учебную, она стала тестировщиком. Вот так. И игровые компании? Нет, нет, не игровой. Айтишная какая-то компания, не занимается разработками. Если честно, я особо не вникал, но просто порадовались, что, да, выросл. А, нам пришло просто попробовать. Неплохой, действительно. Так, есть такой интерес. Пришла попробовать себя именно в чести программирования. Пришла именно ко мне в GreenPay, потому что это оказалось самый простой вариант. Попробуй только, я вот хочу. Добавить саму презентацию, окно именно в ЭБСКе, сделать, чтобы не было вот этой вот. А, подружки сейчас. Да, как краев. Чтобы поудобнее. Зрительным было. Вот. И, собственно, когда мы делаем, не поменялось. Она еще не прохватилась. А, ну сейчас тогда. Там. Пинк. Все-таки есть. У Ютубчика. Вот, когда мы делаем игру, ну и, соответственно, держим в голове, для чего мы это делаем. Если мы это делаем на джем какой-то, ну просто попробовать какие-то новые плюшки, фишки, как я делал в... Позапрошлым году на джеме Творцов, когда делал следы за чернокотиком. Да, у меня была цель именно показать, как я могу в код. Соответственно, я тогда делал, что именно код ради кода. Я туда ясновательно напихал ктона и всего остального. Ну, все равно не поменялось. Только сдвинулось это окошечко, которое на развитии LD. А саму презентацию он почему-то захватывает вот именно так, именно экран. Если она сама сейчас не будет крутиться, это будет прям хорошо. О! Все. Теперь прекрасно. А я понял, что я не так сделал. Ну, да ладно. Вот. Код ради кода на самом деле очень плохая идея, потому что мы в первую очередь должны сделать какую-то базовую версию, да, игры. Рассказать ту историю, которую хотим рассказать. Показать там что-то к ней, соответственно, персонажи, картинки, вот эти все. Чтобы она работала хоть как-то. А уже потом можно при желании, там, если останется бюджет, если мы говорим про коммерческую разработку, или там автор не выгорел, можно заниматься уже, наводить красоту. Добавляя туда анимации, мини-игры, вот это вот все. Причем мини-игры, важно понимать, они не должны ломать сюжет. Они должны дополнять историю. Потому что часто бывает так, что вот... Составляют мини-игры просто, чтобы она была. Вот только сегодня, да, обсуждали в чате какую-то новеллу, в которой эти мини-игры делают проходение прямо в больным-больным местом. Да. Есть такой момент. Часто я вот добавлю, не то, что ломают сюжет, но прямо очень сильно усложняют, и ты не можешь там какую-то сцену пройти очень долго. Вот так. А поэтому, мое мнение, если мы добавляем какую-то мини-игру, мы должны сделать возможность пропустить ее без существенного влияния на историю. Потому что, да, допустим, если мы продвигаем свою игру в оффлайне, там, на каком-нибудь фестивале, и там атмосфера сама в себе не способствует, да, погружению в историю, наличие таких вот игровых механик может как-то помочь привлечь внимание к игре. Там, если кроме того, как сидеть до стенде полчаса читать новеллу, можно будет прийти, показывать, там, пособирать какие-то пазлы. Что? Вариант, вариант. Поэтому мини-игры, они как бы допустимы, но с аховорками, скажем так. Я, на самом деле, небольшой фанат с напихиванием новеллу всякими интерактивными штуками. Потому что считаю, что новелла, в первую очередь, это про сюжет. Для гидлэя у нас есть квест. В чате спрашивают, а если новелла одна сплошная RPG-игра? Тогда это не новелла. Ну, это же очевидно. Да, ну, тогда это получается действительно RPG, и если там есть какие-то диалоги, ну... Хорошо, ведь на кето же есть диалоги. Это же давало, что ли? Ну, да. Надеюсь, что ответили на вопрос. Давайте мы не будем считать все игры, где есть текстбукс новеллами. Это как бы такой момент. Касательно анимации. Касательно анимации есть такой прикол, что анимации, она не должна бельтешить на экране. Она не должна отвлекать от текста. Когда мы погружены в историю, когда у нас тут внизу, да, в текстбоксе идет какая-то... Ну, погружение, да, в сюжет, раскрытие персонажей, и при этом на экране что-то постоянно яркое вспыхивает, пелькает, проносит сюда, ну, это серьезно выбивает из колеи. Такое вот, делается, ну, такое себе. Да, если мы говорим там про... допустим, сцену, где... допустим, в каминном зале горит камин, и там, ну, вот огонек туда-сюда немножко шевелится, там, или от него динамический свет идет... Или на природе, когда мы говорим там о экстерьере, птицы пролетают периодически. Не слишком часто, не слишком быстро, но они там есть. Или вот... В этом есть Love Money и Rock'n'Roll, есть задники, где машины проезжают. Да, она смотрится нормально, она не отвлекается, она добавляется... там, немножко атмосфера. То есть, не должно быть слишком ярким, слишком таким... Не должно быть слишком много, вот так вот. Да. Ну, и опять же, повторюсь, мы сначала собираем версию техническую без всего вот этого, без наворотов. Смотрим, как оно работает, вносим все сюжетные, все сюжетные графические правки, а уже потом начинаем добавлять по части кода. То, что может быть такая ситуация достаточно неприятная, когда мы потратили, либо там ничего времени на анимацию. А потом пришел в редактор и говорит, слушайте, а вот эта сцена, она вот так прошивая написана. Давайте мы его берем. Ничего. Ни сколько человек часов, кодер идет в никуда. Поэтому, повторюсь, мое мнение, здесь все должно быть в меру. Зачем мы это все вообще должны делать? Ну, в первую очередь, анимации, да, могут добавить атмосферу игры. Как я уже говорил, это или там, огонь, дождь, снег в том же зайчике прекрасно дополняет атмосферу. Всякие вот такие вот шевеляющиеся веточки, листочки, падающие сахура в, опять же, ПЛМР. Прекрасно. Оно не развлекает, но при этом отлично дополняет. Мы можем с помощью кода сделать такую штуку, как поиск предметов. И через поиск предметов можем подать часть истории. То есть мы не говорим, что вот в лоб было вот это, вот это, вот это. Мы даем читателю возможность осмотреть локацию, потыкаться в какие-то предметы и дальше уже или через воспоминания героев или еще каким-то методом рассказываем кусочки вот этой предыстории, что было, что это за предмет. То есть, например, там нашли какую-нибудь газету, в ней там какая-нибудь заметка. Да, 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 да. И они там обсуждают, о, да, был такой делал. Да, типа того. Или там опять же какой-нибудь кубок шли на полке. Можно осмотреть кубок и начинаешь вспоминать, что вот да, это было там крутое соревнование. Блин, жалко сейчас такое не проводится. Да, даже, наверное, помогает где-то вот расширить игру в объемах, потому что без вот этого как-то это будет не так интересно смотреться, а тут... Ну и опять же, все такие элементы, они, как правило, пропускаемые. То есть, ты можешь не исследовать прямо все точки на локации. Ты там парочку потыкал, поставил, да, прикольно, пошел дальше. Да, ты потеряешь перед там часть истории, скорее всего, но, как бы, ничего критичного не случится. Обычно. Но тут же опять зависит от сценариста, по крайней части, что он там задумал. Ну, или от продюсера, на этом случае. Вот. Можно добавлять всякие ритмы игры, пазлы, но это вот больше для ачивка-дрочеров. Когда мы делаем ачивку, особенно в стиме, ну, игру для стима, и мы хотим добавить туда побольше таких удерживающих элементов, скажем так, чтобы набить побольше часов, не растягивая сюжет, вот такие вот мини-игры, да, вполне вариант. То есть, мы можем, дальше покажу, можем взять просто гитару в руки, то есть, уже это она там действительно играет, и можем поиграть какую-то ритм-игру, пособирать эту мелодию. Да, получить за это ачивку. Или не получить. И пойти дальше. Собирать пазла. Ну, что угодно, в принципе, любую мини-игру можно. Вот шахматы, у меня был проект Omnius, тоже из какого-то джема или контеста. И там вот изначально мы прямо упоролись, вставили прямо работающие шахматы. Ну, прямо шахтная ТСК, вот эти фигурки, все через скрипты, все работало. Ну, это был готовый скрипт, нашли на форуме GreenPay, но он немножко корявый, поэтому в итоге в релизе от него отказались. Именно по причине корявости. В целом, как идея, почему бы и нет. Но опять же, вот такие моменты должны быть не обязательно для прохождения. Однозначно. Потому что, ну, не все берут новеллу для того, чтобы в нее играть. Для общества, это все-таки читать. Ну, кстати, про анимацию спрашивают. Незаметные голуби, взлетающие в небо. Можно отнести к незаметной анимации? Тут такой момент. Если они у тебя по сюжету действительно должны следить, они у тебя могут даже незаметно следить, а прямо типа шумно. Да, шумно со скримером вот этом всем. И это будет к месту. Если это одноразовая катакция. Если постоянно во время игры туда-сюда летают, ну, это если это просто какая-то птичка, которая кружится в небе, почему нет? Она особо не отвлекается. Наверное. Опять же, надо ставить по месту. Если не бесит, оставляйте. Тесты? Тесты, вот опять же вернемся к умнимусу. У нас там был прям полноценный тест с пятнами Роршаха. Там мы упоролись, мы перенесли в код полностью все сколько там у него вопросов было и исполнили широкой личности. То есть мы вместе с сюжетом сделали такой момент для игрока, который более познавательный получился. Несколько сюжетный именно такой для себя по психологии. Но это играло именно на сближение ассоциацию игрока и читателя. Ну, то есть читателя и персонажа, скажем так. более плотное сопоставление себя. Опять же, если как бы можете, если это не ломает общую концепцию игру, ну, можно. Тут момент опять же основной это такой, что любой элемент в игре должен работать на повествовании. Не ломать структуру. А вот всякие внутренние интерфейсы типа того же энциклопедии в Зелирии может, помнишь, была? Всякие ну, они не только они много где сейчас есть. И много где есть. На самом деле это удобно, когда особенно новелла не про наш мир, а что-то такое странное, где надо много чего пояснять. Да, удобно такие моменты выносить в отдельный глоссарий. Также туда можно отнести всякие галереи, музыкальные комнаты, вот эти все разделы экстра с ачивками так и с нашими такое. Ну, то, что должно как бы быть на виду, но не очень. Ну, прошу в чате, что мы считаем базовой версией проекта? Чисто текст, который загнали в проект? Базовая версия, я считаю, это вычетанный текст в коде с восстановленными фонами, спрайтами, цдшками и мускай. Это тот минимум, который делает с новелл на Велохе. Все остальное это уже опциональное пожелание. Туда и кодовые плюшки с мини-играми, и озвучка, и всякое такое. Это делается уже потом. Потому что именно когда у тебя есть почтанный текст, у тебя есть графон и музыка, ты можешь провести полноценное тестирование игры первоначально. И вот именно на этом этапе у тебя отловится 90% косяков. Потому что текст вычитываешь в документе, допустим, в Google доке или как идется. А в коде он потом смотрится совершенно иначе в самой игре. И не исключено, что там еще несколько раз будут справки относиться. Я могу даже добавить, что иногда вот забьешь код и там какая-то длинная сцена, она на самом деле получается очень короткой. И ты вроде так сидел там, думал, что вот она такая большая-большая. А в коде совсем иначе. В этом плане наверное тоже может быть полезно. Поэтому я все-таки за поэтапную сборку. За поэтапную может быть местами параллельную сборку. я поясню. У нас в клубе есть такое неклассное правило. Мы сначала пелаем план истории, потом к этому плану пишем наброски сюжета. И пока пишется наброски сюжета собирается графон. И когда у нас на руках есть уже понимание какой графон, мы под этот графон уже местами можем подредачить текст, чтобы не было расхождений по цвету волос, допустим, по описаниям или что-то такое, собирается вот эта самая базовая версия. В нее входит минимально вычитанный текст и вот этот набор графики. Даже без музыки, без ничего, это потом уж добавляется. И вот эта базовая пре-альфа версия, скажем так, тестируется, вычитывается уже как есть в игре и параллельно с этим уже готовится и расширенный арт, если нужны какие-то цели дополнительно, и музыка подравнивается под это все подбирается и все остальное делается. Вот этот такой метод. А, ну и перевод, соответственно, тоже делается примерно в этом же месте, когда есть уже понимание, что текст редактироваться не боится. Соответственно, когда мы садимся делать проект, нам нужно сразу определиться, сколько мы готовы на него потратить сил, времени и денег. Исходя из этого, нам надо понять, что мы можем себе позволить. Есть такая вот очень примерная схема разбивки между прикольно бесполезно и просто сложно. Двинь плашечку, пожалуйста, чтобы всем видно было, который на развитии LG, чтобы просто на маленько перегораживает трансляции. Дверь вообще вниз можно. Или вот так, да, хотя бы. Вот. Так вот, что мы можем сделать прикольно, но при этом относительно просто. Это, во-первых, поработать со звуком. Там, на самом деле, это делается не очень сложно. Сейчас позже расскажу, как. Мы можем добавить минимальную анимацию на фоны, то, что чаще всего смотрится адекватно, если не перегибать. Мы можем сделать моргание персонажем. Без перегибаний. Мы не не должны делать полноценные анимации Live2D, если да, оно смотрится, конечно, круто, прикольно, но есть такой прикол, что часто разработчики, когда делают Live2D анимации, они забывают о том, что развивающиеся волосы на ветру, они почему-то их делают и в помещении тоже. Просто забывают, что в помещении ветер не дует. Это самая частая ошибка тех, кто садится делать анимации персонажей. Соответственно, что делается относительно просто, но по большей части не нужно, это простые мини-игры типа паззлов, пятнашка. Они, как правило, никак не влияют на сюжет, но порой бывает выпешиваются своей непроходимостью. Ты не можешь прийти дальше, пока не соберешь паззл. Зачем? Мы на эту хрень напоролись, когда делали на первой я не вижу джем, да, хоррор это был. Мы делали записку в виде паззла, и вот этот момент пропустить нельзя было. нарезали эту записку очень мелко, и собирался паззл очень долго. Нас потом прокинали очень долго за таких каков. Больше так не делали. Что можно сделать прикольно, но потратить чуть больше времени? Это параллакс на фонах. Когда ты движешь мышкой, у тебя разные части фона по-разному двигаются. Прикольно смотрится, на самом деле. Это здорово выживляет кадр. Но при этом это делается не так просто, хотелось бы. Это в первую очередь добавить ачивки. Можно опять же по коду там не сильно сложно получается, но надо заморочиться, чтобы она работала и проверить. Это в новых версиях ридбай появилась возможность работы с 3D камерой полноценно. То есть мы можем делать поворот не только в X Y плоскости, но и вертикальный тоже. Это сегодня как не дадут полноценно потестировать, но судя по отзывам это смотрится прямо очень очень прикольно. Какие-то игры уже есть подобные? У Небыкова вроде что-то было. Ну это тот человек, который делает буквально все в плане кода. То, что нельзя делать в плане кода, он делает с помощью костылей. Ну и сложно делать такой навороченный интерфейс, где куча анимации, куча всплывающих окошек, куча звуков на наведении. Да, оно заморочено, но если это сделать красиво, оно прямо смотрится очень хорошо. И то, что точно делать не стоит, если мы делаем новеллу, это никто не оценит, но потратить очень много времени, это делать основалы квест, это делать какие-то очень сложные мини-игры, и это делать боевую систему. Зачем новеллу, боевка, кто мне описать почему нельзя это написать текстом? Ну, видимо, считаю, что скучно. Да не называйте это новеллой, пожалуйста. Как раз в чате спрашивают, должны ли обязательно быть мини-игры в современной новелле или накрученной механике? Есть ли главная цель рассказать историю, погрузить читателя? Не будет ли проект блекл на фоне других? История должна в первую очередь цеплять историей, а не мини-играми. Ну, и игр фон должен быть не сильно царатой, естественно. А все остальное это уже опционально. Есть масса примеров, где вообще никаких мини-игр, и при этом оно отлично берется, покупается, читается, имеет хороший отзыв. А наоборот, то есть когда получается вот эти все механики, они вряд ли затащат плохую историю. Да. Да, это у тебя может быть неплохой квест, но при этом отвратительная история. Плохая новелла с хорошим квестом. Ну, и следующий тут вопрос. Есть история, она почти дописана, и тут стало неинтересно продолжать. История оказалась хорошей, но заканчивать ее не хочется, иначе пропадает интерес. Как быть в таких случаях? Это больше конечно сценарный вопрос. Тут скорее не сценарный вопрос, а вопрос организационный. Поэтому я всем своим студентам говорю, не хватайтесь за большие проекты сразу. Сделайте для начала что-то маленькое, понятное. До двух числов допустим. Вам будет сразу понятно, надо ли вам это. Если надо, вы тут же можете сделать предложение. Это недавно у нас была лекция. Да, как раз предыдущую. Да, про сериалы из новелл. Вот я тоже такого мнения придерживаюсь, что не нужно сразу делать какой-то долгострой на миллион часов. Действительно есть достаточно большой шанс выгореть то, что у меня собственно и произошло на островах. Ну и вот Андрей Ирвинг спрашивает насколько в новеллах важна режиссура. Режиссура на самом деле очень важна. Она может затащить в поле все. И вот кстати по проекту Ирлинга и хочется отметить, что у него в проекте, точнее в нашем совместном проекте, режиссура затащила. Это про Усани не было врагов с Джем Абхочек. История там на самом деле достаточно тривиальная. Да, грамотно написано мы постарались в том числе и я. И за счет того, что он взял Unity а не Ренбай там получилось прямо сделать нормально. Руэн нет режиссеров ну да возможно у нас просто каждый сценарист считает себя режиссером почему-то потому что я заметил у нас чаще всего в во главе команды именно стоит сценарист чаще всего и вот этот момент на самом деле не очень понятный то что я не знаю что мешает художнику имея на руках готовый какой-то арт просто восстановить команду найти себе писателя салон историю пока тонко это мне кажется уже тема для другого разговора возможно да более обширного добавляют что вам не кажется что то что то что вы сейчас говорите не должно быть того или этого не называйте этого на деле лишь мешает жанру развиваться как с тем же самым рпг слишком скрипоносненько звучит вполне возможно у меня такое мнение у федора другое если есть обоснования почему нужно сделать из новеллы квест пожалуйста делайте но тут вопрос в том что вы действительно можете отхватить порцию негатива за счет того что сложно сложно это проходить то что народ когда видит в тэхах новеллу он в первую очередь хочет история а не какие-то игры внутри тут вопрос скорее не в том что смешивание жанров развития жанров вопрос именно позиционирование больше себя в этом поле скажем так поэтому мы пойдем дальше да запись стрима будет потом перезалито на наш канал отдельный в группе будет презентацию ну если она кому-то нужна без проблем я потом прикреплю ее тоже к записи ну в ней как по большому счету только тезис кому она может понадобиться так вот так вот собственно перейдем к мякотке нашего сегодняшнего разговора а именно как как это все делается в первую очередь большинство моментов которые мы обсуждали только что делаются через встроенные средства ринвая это ATL и послойные изображения ATL это простые трансформации и анимации по большой части там из всех таких трансформаций это поворот отдельных элементов изображения или изображения целиком и покадровая смена с тем или иным эффектом переходом и большинство случаев это достаточно это неплохо работает тут как бы не стоит изобретать велосипед но если этого мало можно взять прикрутить Lab 2D в новых версиях ринпай это даже делается без особых костылей ну и еще раз говорю что если у нас повествование в интерьере волосы не должны развиваться на ветру если при этом нет сквозняка это самое такое частое и я не знаю кому как а меня прямо бывает подбешивают когда трясущиеся груди луперсложения девочек они смотрятся так крипово неестественно не могу из-за этого я честно недолюбливаю Lab 2D я просто не нравится как работают также оживить историю кодом можно используя встроенные средства для работы со звуком это в первую очередь разбивка звуков на несколько каналов параллельных работа с фейдин фейд аут кроссфейдом между мелодиями она звучит более естественно более плавно можно параномировать звук это когда сначала звук наносится вроде как из правого наушника и там за какое-то время перетекает в левый машина допустим проехала это слышат да вот как раз как раз да хорошие зрители важнее музыка музыка на самом деле важно именно как дополнение истории она позволяет более погрузиться в этот мир опять же важный момент нужно учитывать сеттинг которые мы пишем и чтобы музыка ему соответствует если у нас какой-то средневековый там фэнтези мир и вдруг играет драм-н-бейс но это как минимум странно это все нахрен сломается да при этом сама мелодия может быть отличная сам композитор может выражаться на все 146 процентов но сюда она просто не подойдет поэтому внимательно следим что мы куда вставим но при том если у нас это мир про попаданцы фэнтези мир то и драм-н-бейс может быть в тему в теории я вот добавлю у нас как раз на канале сейчас пока в закрытом доступе вышел материал именно о музыке в визуальных новеллах именно о том как она работает если вы хотите уже сейчас его посмотреть то оформляйте подписку на Бусти или ВК Донат там этот материал уже доступен в наших сообществах такая вот маленькая рекламная пауза спрашивают есть ли новеллы с 3D графикой которые используют рендер да, есть но это в основном порно-новеллы это пинг дик по-моему так называется у них там целая серия таких АВЛ для АВЛ 18+. Ну в целом есть и есть на них тоже есть спрос определенный ну мне такое не особо интересно у меня есть нейросвете стаеводи фьюжн у меня есть анимешные 2D девочки и мне хорошо осталось только научиться немножко с фотошопом чтобы их немножко привести в форму вопрос не для этой лекции а вернемся к теме соответственно мы можем на полную катушку использовать все возможности бетона причем есть куча готовых библиотек той же пайгейм вот кто прямо очень жаждется напихать в свою новую луминь игр пайгейм это вот прям то что нужно именно с его помощью делается очень много всяких таких приклюх как карточные игры там еще какие-то были ну и можно естественно описать свои функции свои классы исправляем чем собственно занимается Невыков подписывайтесь на его буси опять рекламная пауза у него достаточно часто выходят разные такие приклюхи именно части кода причем даже для бесплатного доступа тоже бывают интересно но как показывает практика всякие такие штуки они очень сильно не оптимизированы если перестараться можно сделать так что новелла будет ступить даже на свежем айпятом на 100 поколения оптимизация в питоне очень не очень поэтому если мы хотим сделать реально крутую новеллу с кучей эффектов с кучей мини-игр и таки всем вперед на юнити товарищи в ринпай вы да сделаете но потратите сильно больше времени силы и нервов оно работать будет но если упор идет именно на техническую часть лучше выйти на юнити кат-сцены в новелле да почему бы нет особенно это здорово работает на оптинги на эндинге собственно сами промежуточные сцены тоже можно но опять же там такой нюанс видео в данном случае может сэкономить системные ресурсы чуть будет быстрее работать чем отел через код но при этом делать видео может быть дольше чем собирать сцену через код тут опять как сделать проще я ленивый программист я всегда выбираю самый оптимальный путь максимальное количество времени должно читаться тут опять же вопрос более сценарный а новелла должна читаться ровно столько по времени сколько нужно для раскрытия истории я считаю тут как бы четко границ никто не даст их нет можно и за 10 минут раскрыть историю можно и за 100 не уложится ну наверное если вот речь про стандартную большую венди би считает за подобное то там от 10 до 30 и от 30 до 50 если они потух соответственно там обычно по 3 по 4 рута то есть от 3 получается до 10 может даже 15 часов если такими стандартами использую пользоваться опять же это если ваш первый проект не стоит браться за подсереза прошлой лекции на чем нибудь попроще вот идеально это в какой-нибудь джем лететь попробовать просто уже потом можно развивать история если захочется а мы едем дольше и кроме вот этого всего что я рассказал можно сделать такие прикольные вещи как вот пользоваться их данных можно спросить у читателя как буду звать его персонажа и потом использовать его по тексту но тут такой нюанс падежи здесь если сделать вот имени пользователя то это очень сильно добавит геморроя для сценариста ему нужно следить за склонениями очень жестко и в плане кодов здесь сразу могу дать совет ограничивайте длину поля ввода для персонажа и ограничивайте доступные символы потому что туда будут обязательно писать какую-нибудь хрень проверено если не ограничить обязательно появится что-то не очень приятное и потом все это разлетится по стриму естественно также вот эти поля для ввода можно использовать для паролей каких-то чит-кодов у Небыкова опять же вернемся к товарищу сенсею был урок в его блоге как сделать чит-код делается очень просто на самом деле и через такой чит-код можно активировать режим 18 плюс как вариант то есть у нас есть новелла мы просто вводим какой-нибудь особый пароль и получаем доступ к контенту для не всех вот можно пойти дальше как я это делал в следу за чайным котиком можно порыться в системе пользователя и вытащить оттуда буквально все самое простое это подтянуть системное время на это не все обращают внимание если она вдруг в сюжете появляется но тем не менее прикольно можно вытянуть имя пользователя опять же для слома четвертой стены используется в том же доки-доки было но тут такой нюанс надо каким-то образом посмотреть как сделали доки-доки сделать так что если запущены программы для стриминга или записи видео чтобы не палить реальное время реальной и реальное имя точнее чтобы не был в том в целом читает какая-нибудь витубер оказывается что это какой-нибудь анатолий вот да неудобненько а также ринпай неплохо работает сетью с интернетом у него есть возможность через запытные библиотеки подключить сокеты опять же в черном котике у меня была проверка на доступность интернета и я выводил айпишку пользователя как бы это не сказал бы что прямо секретная информация по айпи и айпи кто по айпи будет вычислять в самом деле востребием году ну выглядело в целом прикольно и да стояла проверка типа если сети нет если там до гугла не достучался он выдавал там лукал хвост в качестве такая защита дурака скажем так и вот буквально на днях прилетело сообщение что какие-то умники сделали плагин для ринпай с поддержкой чат депти выглядит на самом деле идея прикольно ты запускаешь новелли у тебя каждый раз получается уникальная история в том плане что она не повторяется в прохождении у тебя каждый раз уникальна а есть на момент мы обсуждали с Романовым новость и появился вопрос а как это дело переводить поскольку я с нейросетями тоже как бы не первый день знаком а у меня родилась гениальная идея в теории это в первом же промпте где оно запрашивает типа действует как персонаж туда же добавить отвечая на русском в теории оно само себя может перевести и будет в принципе читабельно опять же этот момент надо проверить потому что такой плагин появился недавно я еще до него сам не добрался очень хочу попробовать на самом деле то что это интересная тема ну и мне как человек который знакомился нейросеткой это прямо очень хочется прищупать ну сейчас вот я насколько знаю была у нас недавно новость как раз то что знаменитые вот это вот дело бить из портопии тоже скажем так сделали ремастер оно в свое время очень сильно не понравилось ну не то чтобы не понравилось заставило помучиться игроков так как надо было вводить точные команды это 84 год был компьютеры таким образом работали и вот сейчас сделали что как раз нейросеть получается она более точно просчитывает что вообще хотел сказать вот игрок скажем так в своем ответе вот этом вводим и где-то вот тоже облегчает действие вот в самой новелле там этого расспрашивается какой момент с технической точки зрения стоит отказываться от римпоев проекте и переносить на юнити в том моменте когда тебя начинает гореть жопа серьезно когда ты понимаешь что ты хлопаешь слишком много времени на реализацию этого момента входе тебе надо валить до тех пор пока ритва исправляется дата может на нем сидеть пока она не тормозится но бывают реальные моменты когда проще соскочить на что-то более удобное и делать вот еще до этого екот спрошу историю расскажет герои первого лица в некоторых новинках автор сам рассказывает есть смешанный тип какой тип повествования лучше зависит от истории но в новелах насколько я знаю исходя из моего опыта обычно используется от первого лица это более привычную это с подачей информации как мне кажется могу быть неправ потому что это вопрос опять же более к сценаристу чем к кудру можно добавлять к сцене да это делается двумя вариантами либо это обычная цг может быть послойная может быть с движением элементов или это может быть прямо кусок видеоряда и то и то в принципе рабочий вариант отставить какой будет лучше работать именно в твоем случае кстати руслан гусамов видимо вспомнив про доки доки спрашивает насколько глупая идея добавить большую красную кнопку буквально уничтожение всего что есть новелли и дать игроку возможность ее нажать а зачем серьезно вот каждый раз когда ты хочешь что-то добавить в алл задай вопрос а зачем цель какая у этого всего так ну и эдвард добавляет конкретнее в проекте предусмотрены 2d анимации спрайтов и анимированные бэгэфоны достаточно для этого ринпая да вполне а идея вот новелла с повествованием от второго лица было такое по-моему меня зовут ты или как-то так несколько лет назад они даже хайпанули там было как раз помнить второго лица на самом деле тема интереса вот тоже актуальны вопросы как делать интересные менюшки как в бл интересные менюшки как бл это какие видимо главное меню берешь и делаешь серьезно ты просто как ты представляешь как она должна выглядеть ты смотришь документации делается и делаешь все ну да для этого надо немного фотошопом владеть и как вот эти объекты режим объект в принципе работает на ринпай до если не ошибаюсь то там можно без этого там или можно им имидж мэп или матчмэп или матчботтон и так и так можно можно сметиться и через текстовые кнопки это все сделать тоже вариант геморрой с шрифтами спрошит как продвинуть свой движок если он уже написан ничего такой универсальный вопрос зачем ну как продвинуть как хотят как мы все продвигаем мы находим кому это может быть интересно и узнаем что ему не нравится в том варианте что он сейчас используют если наш движок закрывает эти потребности предлагаем нет идем дальше вернемся к лекции так нью-ресети обсудили и вот собственно вопрос что такое хороший код а что такое плохой код знакомая картинка вопрос что мне не так дважды повторяется персонаж это не самое страшное нет этого как раз о чем сказано головы главного героя но это не обязательно тут проблема конкретно этого скриншота в том что эмоции на голове и на спрете отличаются я честно я не понял что он хотел сделать почему так почему нельзя было просто эти же головы при фотошопе основал спрайту если на слушать делается если так уж хотел разные эмоции делать и хотел сэкономить тем не менее смотрится это так там просто насколько понимаю позы разные в этом была проблема что хотелось очень много поз но позы в итоге все равно как бы особо не видны потому что мы видим только так называемый молочный план по грудь типа да в этом тоже проблема но при этом я хочу заметить интерфейс выглядит прям хорошо вот именно менюшка лаконичная она понятная если у него еще на каждую кнопку повешены подсказки то вообще прям хорошо это как раз спрашивают стоит ли менять внешность главных окошек и стилей я скажу так что начиная с 699 версии линпая вот когда они на новые гуи перешли стандартные гуи вполне себе нормальный его можно особо не менять если настроить цвет под себе под свою историю и нарисовать фоны для главного меню этого поле чем достаточно если у нас какая-то хитродила наверное история скажем так да мы тогда упорываемся с менюшками кнопочками от этим всем если там это как бы не критично если оно нормально смотрится и со стоклами то можно оставить еще такого там нет хромушка проясняет потому что это закос под ранз ранз ну это одна тоже такая новая любимая там тоже стоит один спрайт а эмоции меняются только в окне человек как бы что что ему нравился нравится на то он ориентировался его право но мне такое что-то на самом деле не очень хорошо но по части меню да респект тут хорошо вот пример кода о котором я говорил чуть ранее это про тест с пятнами когда мы весь тест целиком перенесли в код и он действительно влиял на сюжет исходя из ответов там соответственно персонажа выдавалась полная характеристика кто он зачем он и соответственно дальше по сюжету можно было использовать но у нас использовалось только два варианта прошел тест до конца или оборвал но если вы пишете какой-нибудь психологический травмутриллер хоррор то вполне возможно такие моменты и лучше применить по сюжету и вот именно через такую подачу как мне кажется оно неплохо смотрится здесь что у нас вот эти аватары анимированные вот эти вот по полоске пульса анимированные то что под ними анимированные было все покадровое кнопочки звуки навешаны в том проекте было все по стандарту соответственно на тот момент когда я это делал это смотрелось нормально сейчас возможно я бы что-то делал по-другому естественно может быть где-то сэкономил бы произведенности на анимациях может быть добавил бы еще что-то не знаю и мое любимое это код для атмосферы это в самом зайчике когда падающий снег вот эти вот параллаксы на фонах анимации животных это прям очень здорово дополняется прям шикарно получилось все ребят мое уважение и кодер который все это делал прямо хорошо построился снег там кстати делается буквально одной строчкой в линпо есть штатная функция снега не поверить но тем не менее настроить надо было хорошо и проект который я делал пару лет назад он так и не закончен что захочет потерялся не знаю будет не будет здесь в проекте я так понял там не помнился для оффлайн рекламы на фестивалях и соответственно надо было добавить какой-то элемент который будет привлекать внимание не сюжетный соответственно приняли решение добавить симулятор гидархио ритм игру код был взят готовый с форма лема немножко адаптирован под текущий проект но в целом работает работает играет играется сказал бы что это прямо шедевр но тем не менее со своей задачей выполняется справляется такое при этом да там в сюжете можно было пропустить он по-моему был если правильно помню был встроен в поиск предметов да и можно было просто на эту гитару не тыкать и тогда можно было бы просто пропустить то сюжет оно ни на что по большому счету не влиял да ну и что еще можно докрутить это работа с камерой новых версиях римпо все таки до них добраться пощупать как он на самом деле работает или потыкать не быкого чтобы он сделал урок по этой теме либо это вот интерфейсы опять же если мы говорим про кто-нибудь фантастический жанр про космос можно добавить светящихся элементов на интерфейс но будет смотреться хорошо программы докрутить опять же там надо прямо чтобы кодр не кодр а художник пел в юахе можно все заправить это всякие глоссарии галереи и на этом пожалуй такие чуть более расширенные функции римпо я заканчиваются если есть какие-то идеи как что-то докрутить можно прийти ко мне или лечку там или в клуб попробуем разобраться если это делается шляпными средствами сделаем нет перенаправим дальше более как так толкового специалиста по бутона смокот кстати да тоже довольно понятно просто объясняют если что не выков меня за рекламу не платил и нам тоже собственно ждем еще тогда вопросов каких-то в чате вдруг у кого-то что-то по факту хочется спросить я могу наверное сейчас что делать я могу показать проект да части интерфейса над которыми сейчас работаю это майский конкурс от первого книжного я туда вписался я не знаю что у меня получится но в самом идее этой новелла у меня взрела достаточно давно я не пыльная подработка технической поддержки местного интернет провайдера если что название с канатой согласовано серьезно я к ним уходил спрашивал типа чего как тебе идея он говорит да нормально делай они выпустят потом эту стим как продолжение не знаю кстати надо спросить насчет сделать потому что вот короче что у нас есть у нас есть такая прикольная менюшка кстати подрезанная с и че готовых дизайн я слегка под себя адаптировану целом она работает примерно как я и хотел у нас тут есть такие вот кнопушки которые подписаны что оно такое но подписаны не на самих кнопушках а через с помощью подсказки это зачем сделано во первых мне нагромождает сам по себе интерфейс смотрится более ваконично во вторых ну это проще делается чем менять кнопки внутри это смотрится тоже так ну картинки пока не смотрим это черновой вариант с нейросети будем еще дорабатывать на кнопушке я тоже повесил пропуск эти подсказки чтобы было понятно потому что изначально я открыл я поставил я не понял а что за что за что за что за что за что за что отвечает соответственно у меня первое желание было добавить сюда подписи когда я понял что я кнопки допилить именно как кнопки не смогу а опыт работы с подсказками у меня уже был и соответственно открывается такой вот меню здесь сохранение здесь же можно посмотреть что куда потому что все подписано все прекрасно и по настройкам разбивка идет на три экрана отдельных отдельно про работу со звуком отдельно про работу с текстом текстов точнее и на работу с визуалом все примерно так ну как раз спрашивают первый вопрос от якота какие нам введения могут в ринпай внести и когда выйдет новая версия значит нет сейчас более чем достаточно тех возможностей что они уже предоставляют по большому счету мне может быть не хватало бы ну более такой простой кастомизации внутренних экранах то что для них до сих пор приходится писать код с нуля обычно а со мной вроде так нормально ну под моей задачи в крайне мере достаточно руслан гусам спрашивать нужно ли если ты пишешь сценарий отвечаешь за код братья отдельного прогера чтобы разгрузить работу речи мизором вопрос такой что может быть не кодор понадобится а скриптер человек который тупо возьмет царей и тупо забьет его в код чтобы во первых он же может выступать и бета-ридера первичная какая-то редактура и он же разгрузится мозги и кодеру для это более сложных штук то что честно я как кодер я обычно парюсь именно из-за того что мне надо тонну текста просто как пастить с одного места в другое это вот больше всего напрягает в разработке что насчет движков по типу год от и тирана билд билдер с тирана билдером я знаком очень поверхностно я читаю раз по моему этого запустил потыкался не особо разобрался как она работает в целом смотрится прикольно если шаришь в нем почему нет году не пользовался не могу ничего сказать опять же любой движок он нужен для какой-то цели если у нас цель просто рассказать историю там просто каким-то картинка то ритма и за глаза хватит он самый простой что есть если нам нужны какие-то прямо суперсложные механики был комбинать если какие-то движки более заточенные под какие-то более узкие моменты тут опять же кто на что учился ну вот как раз спрошу можно ли в ринпае создать утилиту которая сама вставляет текст в код игры теоретически можно для этого текст должен быть оформлен особым образом чтобы его можно было распарсить а пока ты занимаешься оформлением текста тебе проще его сразу в код перенести без каких-то утренец а я слышал что вроде как для был для мододела под какой-то инструмент снова перенос соуса не уверен что такое точно есть но что-то в рейтингом мелькала как насчет на другом я реализовать скрипт переноса текста ну вот то чего я говорю что там все упирается в то что текст нужно каким-то образом распарсить чтобы его распарсить не должно быть ну вот еще спрашивать если польза организовать в ринпае игровой цикл пару-тройку частых процедур будет ли польза в экономии кода по сути любая мини игра это цикл вот мы его потом и йога любой внутренний экран это тоже такой кода которого постоянно дергаем его не пишу каждый раз если какие-то сценарные элементы а зачем писать сценарий котором есть повтор вот как раз тоже руслан спрашивает поможет ли знание ринпа его слоение языков программирования уже на покажет потому что вот как раз у меня на курсе ребята познакомившись с римпаем пошли дальше в питон и вот сейчас как раз девочка одна заканчивает курсы туалетского бокса туалетского факторе на питоне получается в чем прикол ринпа и это по сути есть питон на минималках то есть когда учимся с ним работать ты уже понимаешь как работает кто вот как раз спрашиваю насчет кода взятые у других кодеров может это окнуться за авторское право такой момент можно брать по-разному можно брать как художник можно брать как плагиатор вопрос копировать и еще есть на форуме lemma целый раздел с примерами кода вот оттуда можно брать без проблем и там есть практически все что нужно то под любую задачу есть готовый кусок а то и не игры какие-то экраны дополнительные какие-то процедуры функции чего угодно а можно задавать руслану бы куда не бы круто заказать или взять готова и у него там кстати пять минут к рекламы у него есть файл это называется совместер 5 у него в этом файле собрана оперта хрена полезного которая очень сильно упрощает разработку я оставляю буквально почти в каждый свой проект уж там и авто объявление изображение музыки звуков и дополнительные позиции персонажей на экране и еще какие-то примочки для кода там прямо реально очень полезно а так лучше если берете не с лима и не у руслана лучше спрашивать автор а можно ли по возможности я понимаю что сейчас до каких-то западных авторов хрен достучишься тем не менее вопросов пока нет подождем еще пару минут может кто-то что-то интересное спросить еще alla шкаф работы куда шахматы вот как раз насчет искусственный дилект авторское право авторское право а там у искусственного дилекта тоже есть лицензии каждой модели ослечь что не разрешил делать тоже недавно знакомая спрашивала художник хочется экономить сэкономить время и использовать нейро арт для своего проекта не новелла там для книги и как раз приходилось прошел типа чего можно использовать и говорю ну типа смотреть какую модель выберем какие-то модели разрешаются какие-то нет чаще 5 для создания скриптов для ринпа я не очень хорошая сам порой подает ходить и она если ты задавшим правильный prompt если ты точно знаешь что ты хоть что какой-то проект который у меня был черновой походу и он не сильно в целом этого видео то ходим машина должна находить мы здесь они видим не особо расставлены да здесь ну механик хранят на целом тот случай когда есть куча кода показать по сути ничего но этим часто вот и заниматься в живом случае сапер вот она берет простые работать это тоже сделано буквально на готовые кусок кода с лима стернется от себя до пили так она и работала так рисую фон его можно смоделить это блин опять вот сегодня все вопросы какие-то не по участику да как вам удобнее мне кажется вот самый такой правильный ответ если хотите можете рисовать если вам удобнее можете смоделить вот я сейчас для майского джима планирую как раз делать через нейронку и потом отдам знакомой художнице она просто доработает в целом а если подобрать правильный промс то может быть и художник не продать особо нечего так примеры кода увидели вопросы вроде бы снова никто не задает вот в принципе если какие-то вопросы есть наверное всегда могут прийти тебе клуб да возможно там ты ответишь следующая лекция будет ориентировочно 8 мая а до этого как раз вот вы можете заглядывать к нам в паблик в контакте там у нас есть пост задавайте вопрос режиссеру озвучения студии равенкет виктору ворону потому что он к сожалению не смог найти в своем плотном графике время именно вот на подобную онлайн лекцию но готов поотвечать на интересующиеся вопросы вот именно по вопросам озвучения игр и в том числе визуальных новелл ну и вот еще спрашивают текстовые кнопки выбора есть ли оператор который добавляет недостающие кнопки динамически тогда надеемся сейчас уточнят и куда похоронить старые проекты я свои храню оба просто премиум от mail.ru на и на яндексе тоже можно вопрос больше удобственная единственный момент не стоит все хранить в одном месте лучше самое важное дублировать то что однажды вы можете остаться у меня такое было просто не очень приятно подобные так ну время 19-20 уже почти сейчас вот тогда дождемся уточнение от валерия наверное можно уже в целом заканчивать я думаю до основного рассмотрели принципе было довольно интересно и в том числе прекрасно объяснялось насчет того что конечно мое мнение она может быть не единственная верная но это мое счет анимации . в любом случае как бы указано что чем скажем так границы ринпая где потрачено будет слишком много времени ради ничего вот поэтому и где лучше переходить вот как раз на юнити кстати не единственный перебежать на самом деле любой который 2d разработку 3d разработку на том же кстати rpg мейкере люди на зону пилит кстати да да в коне главное не закопаться ну опять же по сути то с чего начинали чтобы не был код ради кода как только начинает гореть убить уточнение не дождались если что валерий может прийти как бы увидеть в клубе со своим уточнением вот этих вот а вот я когда писал код то хотел чтобы текстовые кнопки добавлялись лишь только в самый последний момент во время исполнения игры каких кнопках и 3 черты мог понять кнопки выбора или кнопки меню видео видимо выбора там условия можно добавить условия показа кнопки выбора когда делаешь эту менюшку с варианты каждому варианту просто через их добавляешь условия когда она показывается все у меня вообще было прикольно в кодике пришлось сделать два раза одно и то же меню потому что надо было сделать так что одно конечно это очень просто примерно жилы mosly тимо но нажиматься не должна и в другом руки она должна быть другая кнопка должна быть видим она нажиматься не должна по сути это была одна минушка мне пришлось сделать из них две то есть отдельные условия видимости отдельные условия доступности конечно вышло костыльно но вроде работал без костыли никуда но это это неэкономно хотелось добавление выбора динамически наверняка можно добавить надо поставить как там тот экран работает как в него кнопки попадаются и прямо в его код добавить ну ты код еще добавляет сколько времени надо тратить в день на новую главное потом когда гореть начинает бегите чтобы новелла не стала уже для вас с проклятием ну на это на этом наверное как раз лучше всего и заканчивать